Приветствую вас, давайте разберем сперва ваши вопросы, а потом я, наверное, пройдусь еще раз по вашему тексту и дам некоторые комментарии уже по поводу самого текста. Почему парень стал себя так вести? Спрашиваете вы? Конечно, однозначно сказать, почему он себя так вести, стало достаточно сложно, ибо у человека есть очевидно какая-то вот своя позиция, у человека есть свои желания, у человека есть свои мысли, свое видение отношений в целом. И мне в первую очередь, наверное, кажется, что ваша ошибка в попытке понять человека, в попытке именно понять его действия, вот. Ваша ошибка именно в том, что вы пытаетесь понять его, хотя я, конечно, понимаю, почему вы хотите это сделать. Вот. Я понимаю, почему вы хотите понять его, но сути от этого не меняются. То есть, попытка понять человека не ведет ни к чему хорошему, вот, а ведет лишь только к тому, что вы на себя продолжаете добивать, и продолжаете игнорировать, и продолжаете игнорировать свои какие-то желания, свои какие-то поборевности, вот, и так далее. Что, ясное дело, не совсем хорошо для вас. Вот. Поэтому стоит перестать пытаться понять молодого человека, вот. И вместо этого постараться лучше понять себя, лучше понять то, что важно вам, лучше понять то, чего хочется вам, и почему, да, этого мы еще коснемся обязательно. Но молодого человека понимать не стоит, потому что он сам, вероятно, не совсем понимает, что происходит вообще. Дальше. Дальше. Причины. 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 Причины или причины, по которым молодой человек может вести себя таким образом, подобным образом, может быть много. Но, основная причина заключается в том, что с друзьями ему интереснее, чем с вами. То есть, это даже не совсем причина, это скорее такое, знаете, как бы следствие причин, да. То есть, какая бы причина ни была, следствие все равно одно, ему с друзьями интереснее, чем с вами, чем с вами. И это, конечно, поднимает вопрос о том, насколько вы, к примеру, вы отстаивали свои личные границы, насколько вы, к примеру, защищали свои личные границы, насколько вы, к примеру, отстаивали их. И насколько вы сами по себе самостоятельно, как личность, да. Я имею в виду, что вы в нем нуждаетесь. Вы нуждаетесь в том, чтобы проводить с ним время наедине. И, скорее всего, это чувствуется. Ну, вот тот факт, что вы хотите с ним быть и нуждаетесь в нем. И он, этот факт, без внимания молодого человека, без внимания, да, остаться не может, не может. То есть, когда вы за человеком нуждаетесь, вы проявляете свою зависимость. То есть, зависимость, соответственно, ведет к тому, что ваша какая-то вот объективная ценность, она снижается. И, соответственно, мы жили интересными друзьями, которые воспринимаются им как более такая равноправная, что ли, история, как более такая именно равная история. Вот. Это очень важно понимать. Очень важно понимать этот момент. Дальше. Молодой человек может вести себя так, потому что ему может что-то в вас не нравиться. Со временем, в паре, особенно, когда люди начинают жить вместе, проявляются все те моменты, которые в начале отношений люди хотели бы скрыть. Вот. Все то, что люди пытаются скрыть в начале отношений во время проживания, дает о себе знать. Так или иначе. И вполне вероятно, что какие-то вещи, которые в начале отношений либо до совместного проживания, когда вы и он пытались скрыть в силу букетно-концентного периода, сейчас дают, ну, сейчас себя проявляют. Вот. Это, безусловно, неприятно. Это, безусловно, ну, не есть хорошо. А, вот. Но, так говоря, тут, 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 как бы, вот, ничего не поделся. Вот. Да, первый, это ответ на первый вопрос. Второе. Почему парень, так, почему друзья встали на первое место? Ну, сказал, да. Стоит ли опять начинать разговор или лучше принять какие-то другие методы? С паприком. Если мы говорим про разговор, то его разговор, если и стоит начинать, то начинать нужно с выражения своих чувств, выражения своих эмоций, и никак не наоборот. То есть, то, что вы говорите, вот, вы говорите, что мы с собой договаривались, с собой и так далее, все равно это даже через спокойный тон, это выглядит, как некое такое обвинение. Надо вот человеком в том, что он себя как-то не так ведет по отношению к вам, и, соответственно, это, ну, нужно накладывать определенный отпечаток на его восприятие ситуации. Особенно если мужчина не уверен в себе, особенно если мужчина сомневается в том, что то, что он делает является правильным, особенно если мужчина испытывает чувство вины, когда вы говорите подобным образом, а вы мотивируете человека на сопротивление. вам, к сожалению, к сожалению. Вот. Дальше. А если мы говорим о методах, других методах, то я думаю, что он имеет смысл отстраниться от молодого человека. Уже как бы после того, как вы ему выразили свои чувства по поводу данных ситуаций. Вот. Значит, отстранились от человека. Занялись собой. В большей, ну, в большей степени занялись собой. Обратили внимание на себя. Обратили внимание на то, что вам хочется, на то, что вам важно. Вот. И перестали к молодому человеку проявлять какую-либо активность. Ну, за исключением самой минимальной, той, которую вам выполнять не сложно. И вот здесь есть очень тонкий и деликатный момент. Если вы будете выполнять только ту активность, которая вам действительно ничего не стоит, не стоит, которая вам не жаль, ну, не жаль, то вы будете в той свободной сфере отношений, которая между вами возможна. То есть молодой человек будет делать то, что хочет он, вы будете делать то, что хотите вы, и все будут довольны. Но если вы нарушите свои личные границы, и будете делать то, что вам не хочется для молодого человека, в надежде на то, что вот он увидит, как вы хорошо к нему относитесь, и перестанет ставить друзей на первое место, то, значит, что будет хорошо. Дальше. Объективно сейчас выглядит так, что ваш голос, ваше мнение, в конце концов, ваше личное пространство, не учитывается. То есть, ну, это все равно как, не знаю, если бы мы с вами жили, да, или вот вы жили, живете со своим парнем, а он решает устроить, к примеру, в вашей квартире магазин. Да? Вот. И квартиру всю превращает в прилавок, где товары, вот это все. И постоянно ходят покупатели. Вы живете на первом этаже, представьте себе. И постоянно ходят покупатели. И ситуация ровно такая же, как у вас, только больше, очень-очень больше людей, они, люди, совершенно чужие. Вы часто не понимаете, почему и что эти люди делают у вас дома. Вот. Ну и так, где вы чувствуете себя крайне не в своей порядке. Вы не чувствуете себя хозяйкой дома, да? Вы не чувствуете, что вы находитесь дома вообще. И здесь, в той ситуации, которую вы описываете, все то же самое. Молодой человек, в принципе, мог бы, там, встречаться, встречаться, да, с друзьями. В этом нет ничего криминального. Но он не уважает вас. Он не уважает ваше право на личное пространство. Он не уважает ваше право на то, что вы, допустим, там, ну не знаю, хотите побыть одна, да? Ну, в смысле, без кого-либо. Что вы хотите расслабиться. Что дома, в конце концов, можно ходить как угодно, да? Там голый, там, на голове, там, и прочее, прочее, прочее. Вы всего этого не можете сделать, когда его друзья находятся в квартире. Ну и просто чужие люди, как вы говорите, это объективно, но не всегда хорошо, да? Даже если человек общительный. И молодой человек при своей общительности не уважает вашу позицию. Он не уважает то, что вы имеете право на свое личное пространство. И вопрос заключается в том, почему нет этого уважения с его стороны. Почему он не уважает вас? Почему вы поставили себя так, что он не ценит, да, не ценит ваше спокойствие, ваш комфорт, вашу какую-то вот защищенность, да, я имею ввиду дома, ну, в квартире и так далее. Почему? Вот это такая очень важная история, на которую вам стоит обратиться надо. То есть я так думаю, что это вопрос, опять же, вашего поведения. Я думаю, что это вопрос вашей модели поведения. Я думаю, что это вопрос вашей самооценки, вашей уверенности в себе. И это вопрос того, что вы готовы принести в жертву ради того, чтобы быть молодым человеком. То есть есть такое, вот такое вот подозрение, что вы зависимы от него. Есть подозрение, что вы слишком нуждаетесь в нем. Понимаете? И на это, на то, что вы нуждаетесь в нем, указывает косвенно, повторюсь, косвенно указывает, только косвенно указывает то, что вы, значит, хотите проводить с ним время, что вам безумно важно быть с ним наедине. Вот. То есть это вот такая нуждаемость в том, чтобы быть наедине с другим человеком, она может свидетельствовать о зависимости. Вот. Хотя я понимаю, что это, ну, далеко не самая приятная история, далеко не приятно слышать вам подобные вещи. Так. Теперь. Перейдем к вашим текстам, непосредственно. Кхм. 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 Значит так. Мой парень безумно общительный. Пишите вы. Нам по 23 года, мы 3 года вместе, полтора года живем вместе. Ну, смотрите. 3 года, это срок, такой, достаточно переломный. В плане того, что люди в этот момент либо решают, что они создают семью, то есть они женятся, либо нет. Ваш парень, судя по тому, как вы ситуацию описываете, он жениться на вас не собирается и ему с вами удобно. Я понимаю, что это, что это уже говорил мой коллега Кудрючев Игорь Леонидович, но я не могу это не повторить. Дальше. Мой парень безумно общительный, у него просто миллионы друзей. Безумная общительность, как вы говорите, не всегда является собой плюс. То есть безумная общительность, это может быть и минус, это может быть и минус, это может быть и следствие психологической проблемы. Например, вы, например, оральное поведение можете почитать в интернете, что это такое. Вот, то есть не нужно думать, ну, торопиться, думать, что вот поведение вашего молодого человека означает, что он такой. такой вот совсем проф, если он такой вот совсем справился, вот и так далее. Поэтому вот тот факт, что он человек общительен, ну, на самом деле он не значит ничего. Но значит, что ему общение для чего-то нужно. Безусловно. Дальше. Я же предпочитаю иметь двух-трех близких к мне человека. Ну, тут каждому свое. За время отношений у нас появились и общие друзья есть у каждого свои. Ну, это здорово. Последнее время два-три месяца друзей моего парня стало слишком много для меня. Два-три месяца пишите вы, это, в общем-то, определенный срок. Вот. И, соответственно, можно сказать, что два-три месяца назад. А, ну, в общем, что-то случилось. Что-то произошло. Что у других молодого человека стало больше. Вот. Вам бы, вот, вернуться бы в тот период, когда вот два-три месяца назад. И попробовать поисследовать, что изменилось. Что произошло. Может быть, был какой-то спор, какое-то недопонимание. Может быть, была какая-то ситуация. Вот. Потому либо, либо, а изменилось, изменилось, не изменилось ничего, кроме вас. То есть, все так же, как обычно. Такое же количество друзей, такое же общение, все то же. Просто вам стало это тяжело. Вам стало, наверное, напрягаться. Мы можем говорить в таком случае о снижении, снижении уровня влюбленности. Потому что, как бы, вы перестали быть слепой, да, вы перестали слепо, там, относиться к человеку. И вы, в общем-то, стали больше думать о себе. У вас появилась такая потребность. Вот. И отсюда, соответственно, появились вот эти вот моменты. То есть, тут, опять же, очень важно понимать, что именно случилось два-три месяца назад, да. Когда, 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 как вы говорите, его друзей стало для вас слишком много. Тут, тут. Я надеюсь, это тогда. Дальше. Он постоянно с ними, ну или мы с ними. Мы с ними. Смотрите. Когда вы говорите мы с ними, вы подразумеваете, что вы тоже делаете выбор в сторону, в пользу того, чтобы быть с его друзьями. Но это ведь ваш выбор, это ведь ваше решение. И получается, что вы, с одной стороны, не отвечаете за свои идеи, за свое решение, за свой выбор. А с другой стороны, как мне показалось, перекладываете ответственность за этот выбор на молодого человека. То есть, повидится жертвам. У вас. Дальше. Они проводят много времени у нас. Я сначала намекал ему, что мне хотелось бы... А, так. Так. Мне очень важно побыть наедине. Мне очень важно побыть наедине. Почему вам очень важно побыть наедине? Давайте более подробно разберем, потому что это вот основной мотив, почему вся эта ситуация возникла. В целом, в целом. Три месяца назад мы переехали, и так получилось, что два его друга живут по соседству. Я не думаю, что это прямо случайно. Честно говоря. Так. Они проводят много времени у нас. Я сначала намекал ему, что мне хотелось бы не так часто их видеть. Хотя бы, к примеру, когда приходил с работы, уставший, а что не хочется видеть двух других, еще человек, у меня парня дома. Мне теперь нормально в халате. В спарной выйти даже. Ну, здесь об этом я, в принципе, уже говорил, да. Вопрос в том, что значит намекки, да. Какие-то были намеки. То есть, опять же, есть ощущение, что вы боитесь молодому человеку сказать о себе. Ну, о своих чувствах, о своих силах. Так. Кроме того, парень часто отказывает от моих просьбах из-за друзей. А это связано с тем, как вы себя зарекомендовали парню. То есть, если вы, ну, если вы себя, к примеру, обесцениваете, как я уже сказал вам. Вот. Если вы себя обесцениваете, то ситуация, она, конечно, будет вот, ну, вот такой. Да. То есть, молодой человек отказывает вам в просьбах, потому что, а зачем? Если вы-то зависите от него, знаете, вы от него зависите. Он это чувствует, что вы зависите от него. И чувствуя, что вы от него зависите, он также чувствует возможность вам отказать. Дальше. Да. К примеру, обыкновенная просьба провести. Когда у него свободное время, друзья у нас дома. Но, опять же, здесь ему просто неинтересно с вами проводить время. Я редко, когда его прошу, чтобы он подвез меня куда-то, но в последнее время, большое количество моих просьб было ответовано, как, 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 ребята же дома, как я их оставлю. То есть, это последнее отговорка. Одно. Так. Или же, если хочется, я тебя заберу, конечно, но у нас Кирилл, как я его оставлю. Да. Это отговорка. А последнее место у нас было очень насыщенным из-за работ, и графики далеко не совпадали. Поэтому мы разве что спали вместе. Я безумно хотел провести время только вдвоём. Вот опять. Есть ощущение, что вы хотите безумно провести вдвоём время для себя. То есть, вам не хватает молодого молодого человека. Он вам для чего-то нужен. Вы мне внесли. Молодой человек нуждается в вас, ну, далеко не так сильно. После очередного прихода друзей, я ему решил сказать без навёков, спокойно объяснить, что очень хотел провести только вдвоём. Ну, с одной стороны, вы поступили здесь хорошо, конструктивно, с другой стороны, опять же, очень важна форма, как это всё, какую форму это всё вы облекли. Само как. Ну, на данный момент, не очень понятно. Он признал, что всё время проводил с друзьями и очень мало времени уделял мне. И предложил первый день, когда надо попадать, до ко мне привезти только вдвоём вместо. Мне это было очень важно, чтобы наконец обсудить всё, что не было времени раньше. Опять же, опять же, здесь какая-то вот странная организация взаимодействия у вас, ну, между вами. То есть, окей, если вы хотите обсудить что-то, как вы решали эту проблему раньше? Наверное, вы чувствовали, что у вас не получается что-либо решать. Ну, в общем-то, задолго до того, как вы сказали молодому человеку своему оборудованию. А значит, вы терпели. Если вы терпели, то вы наступали на себя, вы наступали на свои желания. Значит, вы были жертвы, значит, у вас занижена самоцелька. То есть, вы сомневаетесь в том, насколько справедливо и обратно то, что вы хотели бы молодого человека. И, коли так, то вот, поэтому он всегда так с вами ведёт. Далее. Так. Я закупила продуктов, чтобы приготовить ему что-то вкусненькое. Но, опять же, судя по тому, что вы испытали разочарование от того, что произошло. Далее. Я полагаю, что вы это делали не совсем для него. Ну, не прошло и с трёх часов нашего общего выходного, как ему позвонили наши соседи. Слово за слово они уже у нас. Ну, понимаете, это, мне кажется, не совсем так работало. То есть, не слово за слово, и они уже у нас. А-а-а-а-а. Работали надо немножко по-другому. Был определённый момент, когда молодой человек позвал их. И был определённый момент, когда вы промолчали. Хотя сказать нужно было, что мне неприятно. Да, вот как-то отреагировать без обвинения, но с выражением своих чувств. Так, два фильма посмотрели, перекурили, обсудили машины, выходной прошёл. В конце я ему спокойно сказал, что мы наговаривались о другом провождении выходного. Вот это обвинение. Реакция была неожиданная, он вскипел, сказал что-то такого, они пришли и пришли. Значит, он их не приглашал, они сами пришли. Ну, это, как я и сказал, это отговорка. Кроме того, я заметил, что мой парень постоянно прячет телефон. Возможно, это уже моё воображение играет. Я не хочу туда лезть, когда он спит, думаю, может поговорить. То есть, вы сомневаетесь в том, насколько молодой человек, получается, вам верен. Опять же. Ну, а здесь у нас и страх одиночества, возможно, и страх измены, и неуверенность. Ну, неуверенность в себе, ещё одно проявление неуверенности в себе. Ага, вот. То есть, тут нужно разбирать, что вам говорит ваше воображение, что оно вам подсказывает. Так. А, значит. Ну, как если тут такие реакции на стаконные разговоры? Ну, реакция не на стаконные разговоры, а на обвинения. Во-первых, капель. Так что, вот. Этот момент нужно учитывать. В целом, вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вам я рекомендую больше обратить внимание на себя, на то, что интересно лично вам. Вот. И те моменты, которые откликнутся, вам их нужно проработать. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. В этом вы сможете сохранить свои отношения без каких-либо жоп. Удачи! 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 Удачи!